Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим мы о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Я Алла Есина. Добрый вечер. За что я люблю пятницу? Все уже знают? Нет, не все. Ты же не мой лечащий врач. Дело в том, что пятницу я люблю еще за то, что она позволяет подвести информационные итоги этой недели. И с каждым разом я убеждаюсь, что это все-таки нужная процедура. Тем более, если это делает специально подготовленный, высококвалифицированный человек. Редактор сайта Думская.нет Жанна Жукова. Как всегда по пятницам у нас в эфире. Жанна, приветствую тебя. Добрый вечер. Жанна, идем заряженный ноутбук и дрессированные новости. Госпожа Жанна, встречаем. Аллеоп. Это из другой оперы. Из другой. Это из девятой новости. Из девятой? Ага. Алла все знает. Она уже пробежалась по моему листику. Подслушала. Ну, мы не будем забегать вперед. Ну, я в свою подборку включила несколько новостей, которые случились на прошлой неделе, но которые все еще обсуждали и просматривали на этой. Потому что многие одесситы и другие читатели Думской отдыхали все же на прошлой неделе, наслаждаясь последними выпавшими такими большими выходными. Итак, одесские патриоты доминировали над Жуковым. Вот эта новость была самой комментируемой на прошлой неделе и вот на этой тоже. Больше 350 комментариев. Четыре страницы комментариев на нашем сайте собрала эта новость. Можно посмотреть, как происходило это доминирование. Ну, вкратце, патриоты поздравили себя таким образом. Похитили памятник Жукову, потом его перевезли на Строгановский мозг и подвесили. А после его колотили молотом и все это снимали на видео. Ну, кстати сказать, получился даже такой красочный перформанс. Ну, вот, если честно, было, если бы мы не знали, что это... Я читала твои комментарии к фотографиям в Фейсбуке. А, да, спасибо. Но не все это делали, поэтому, ну, вот, действительно, было как-то... Ну, вот, если не знать, что происходит, что происходит, если бы это было в кино, то действительно было красиво. Вот, я вам говорю, как человек, который имеет некое отношение к... Искусству. К искусству, к кинематографу. Ну, какие комментарии, как обычно, личность Жукова всегда собирает вот такой вот спор. Вызывает много противоречивых комментариев, конечно. Да, именно. Мы не будем застрять на этом много времени. Пусть они дальше спорят. Кровавое и страшное ДТП произошло у автовокзала на прошлой неделе. 12 человек пострадали. Тройной ДТП. Дама на внедорожнике выехала на встречку, столкнулась с одним автобусом и влетела еще в один маршрутный. Она, сама виновница аварии, погибла. Погибла на месте, да? От полученных травм. И в машине было двое детей, они не пострадали. Ну, в общем, конечно, новости. У кровавых ДТП всегда собирают много просмотров, да. И это тоже, конечно, попало в эту подборку. Еще одна авария. Ну, такая, как бы прогнозируемая. На таких мероприятиях всегда что-то подобное происходит. Бывший депутат Одесского горсовета от партии «Родина» Виталий Пушкарь получил серьезные травмы на авторалли «Куяльник» в 2017. Вот 25 тысяч просмотров набрала эта новость. Ну, конечно, это опасный вид спорта, что и говорить. Но, к слову сказать, что на машине у пострадавшего была звезда. И вот некоторые наши комментаторы говорили, может быть, это, ну, в смысле, какой-то... Ну, как бы, если бы не было звезды, ему бы желали скорейшего выздоровления. Ну, это какие-то глупости, если честно. Ну, вот такое, ну, на самом деле, Родину... Я не единожды присутствовала на Кубке Лиманов, и, к сожалению, действительно, аварии – это традиционно для этого вида спорта. Этот вид спорта, мне кажется, и придуман для того, чтобы не могли разбить машины. Рисковые парни, конечно, участвуют в нем, а слабакам там не место, и люди знают, на что они идут. Я честно скажу, я один раз прокатилась в раллийной машине, это был нулевой заезд, естественно, то есть просто проверка трассы. Было страшно. Жарко и страшно. В любом случае, нулевой проезд для новичка может превратиться в двухнулевой. Ну, понятно все. Давайте продолжим. Давайте. Накануне первого сентября, кстати, поздравляю всех с этим праздником, кому-то это не праздник, но все же. Как я уже сегодня говорила, в этом году для меня это еще праздник, в следующем, боюсь, уже нет. А почему? В следующем году мой ребенок идет в первый класс. А, я поняла. Ну, в общем, пока я, Алла, тебя поздравляю с этим. Итак, составлен рейтинг одесских школ на основе результатов ЗНО. И вот такая тройка получилась. Школа 117 занимает первое место, впрочем, как и в прошлом году. И второе и третье места занимают Ришельевский лицей и Черноморский. И самая такая замечательная, а знаковая, самая знаковая из этого рейтинга, то, что 4 частные школы ходят в лучшую десятку. Раньше такой тенденции не было. То есть частные школы завоевывались все-таки, как-то пробирались в список лучших. Но сейчас уже, да, 4. То есть что будет в следующем году, мы не знаем. Я вот как раз сегодня только обсуждал этот рейтинг в рамках встречи с родителями на линейке. Сегодня моя дочь пошла во второй класс. Могу сказать, что есть специалисты, которые очень невысоко оценивают данный рейтинг и говорят об его заангажировости, простите. Ну как? Ведь то, каким образом он составлялся, является абсолютно прозрачным. Поэтому... Я не смог разобраться в этой ситуации. Что говорят комментарии? Ну, это не была самой комментируемой новостью. И тем не менее. Ну, я их не подготовила, но в принципе я помню, что вот хвалят многие школы. Вот так скажем. Что, например, вот эти вот лицеи, которые вошли в тройку лучших, говорят о том, что действительно это все... Ну, то есть не заангажированность этого рейтинга, а то, что действительно правда, что это действительно хорошее заведение. Ну, про 117-ю школу тоже все говорят, что это действительно хорошее место. Кстати, одна из школ в Одесской области, в Белгороднестровском районе попала в сотку самых худших школ. Так что... Есть еще и антирейтинг? Есть, есть составлен. А есть, скажи, Жанна, вот ты не смотрела, мне просто интересно, наверняка же рейтинг лучших, он пересекается с рейтингом худших где-то в конце? Ну, не было. Ну, я сейчас не могу... Ну, заказа, что-то не проводила исследования. А наверняка это может быть? Ну, можно зайти, пожалуйста, обращаюсь ко всем зрителям, заходите на Думскую. Там вот по всем ссылкам можно пройти и для себя проверить, найти свою школу, посмотреть на каком она месте, в принципе. Ну, не свою, а школу, в которую ходят ваши дети, а может быть и свою, которую вы учились. Или, например, школу, в которой просто вы заинтересовались. Или, может быть, у нас уже есть читатели... Те, которые вы так и не смогли закончить. Есть читатели, которые тоже еще ходят в школу, так что они, возможно, найдут. И им станет стыдно, например. Или, наоборот, воспылают гордостью. Может быть. На поселке Котовского на этой неделе городские службы снесли 100-метровый нахолстрой. И построили 200-метровый. Пока еще не построили, но вот действительно... Ну, будочки уже подвезли. Очень было забавно посмотреть, как 24 августа он появился. Вот можно посмотреть ниже, как было до и как стало. Жалко, что видео мы не можем посмотреть. Но главное, что это был магазин, вот себе такой бутичок. И его снесли. Ну, тут многие комментаторы... Вот мы как раз показываем видео. ...говорят о том, что... Ну, странно, почему вы не сносите другие объекты спорные? То есть в... Ну, это... Послушайте, это, наверное, из всех незаконно построенных объектов... Не успели занести как-то так. Это, наверное, был самый незаконный. Самый, самый незаконный. Возможно. Свои незаконные... Перед вами результаты рейтинга незаконных объектов. Это был номер один. Это лидер, да, мы понимаем. Слушай, а хороший лидинг для думской идеи? Составить рейтинг незаконных объектов? Ну, может быть, мы подумаем. Спасибо, Алла. Я думаю, что это просто он будет такой большой список. Но потом окажется, что документы есть. И у городских властей нет претензий. То есть, по мнению городских... У городских властей связаны руки. Они хотели бы, но связаны руки. Нет, у городских властей может быть одно мнение, а по закону совсем другое. Вот этот рейтинг будет разниться. Тогда можно несколько рейтингов составить. Можно. Вот удивительно было то, что рекламная новость набрала много просмотров. Больше 30 тысяч на новости о том, что самый дорогой кофе в мире, виски за миллион, продается в новом супермаркете. Мы уже узнали, что правильно лёссель-по. Лёссель-по. Ну, как во французском языке. Наверное, для настоятеля храма, у которого украли часы и золотой браслет и айфон, вот этот магазин в том числе и открывался. Поэтому это вот наша еще одна новость. Ну, это самое интересное, что вот я читал, но не комментировал, но могу объяснить, потому что, во-первых, я не зарегистрировал. Во-вторых, честно говоря, удивляет переход в премиум-сегмент, супер-премиум-сегмент в смысле продуктов питания наших супермаркетов сетевых. И это все на фоне того, что заходим не в самый легкий сезон, с повышением вообще, собственно говоря, всех энергоносителей, коммунальных платежей и так далее. Очень странно, когда смотрят маркетологи, которые предлагают выход в более дорогой сегмент. За меня больше смущает название лёссель-по. Давайте посмотрим видео из фонтанки. Я предлагаю посмотреть со звуком. Прошу вывести. Мы бы с удовольствием посмотрели его, но, к сожалению, у нас его сейчас нет, Жанна подсказывает. Но, к сожалению, наша гостья не подготовила материал. Это очень жаль. Нет, почему? Как? Ну, в двух словах расскажи, пожалуйста, о чем будет разговор. Дело в том, что по техническим причинам я чувствую, что мы сейчас эфир будем заканчивать. Вот у меня такое ощущение. Слушайте, давайте срочно найдем видео, потому что по-другому у нас эфиры не продолжатся. Ну все, вот гостья отказывается работать. Это впервые в истории телеканала Думская ТВ. Я закончил. Мы можем закончить, да? Да, конечно, конечно. Мы можем закончить. Речь шла, я так понимаю, об оползне в фонтанке. Достаточно много комментариев, да и мы это обсуждали в студии. Жанна, благодарим тебя. Спасибо тебе огромное. Жанна Жукова, редактор сайта, была нашим гостем. Прервемся на несколько минут. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова